Ну что ж, будем молиться и будем слышать слово. И там мы увидим Божье отношение к добрым делам. Иакова, первая глава, 27 стих. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и отцам есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскриненным от мира. Чисто. Бог призывает нас к чистой религии. Бог призывает нас к чистое взаимоотношение с Ним. И Бог через Иакова нам говорит, что же это такое. Чистое и непорочное благочестие перед Богом. Это не только, когда мы молимся. Это не только, когда мы поем «Хвали Богу». Это не только, когда мы даем десятину и пожертвование. Но написано, что это так же есть, когда мы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскриненным от мира. Почему сирот? Почему вдовы? Потому что сирот – это дети. Сироты – это несовершеннолетние, у кого нет родителей. Люди, которые уязвимы. Люди, которым легко можно… Им можно легко злоупотреблять. Нет защитника для них. Нет височеской защитника для них. Кто такой вдовы? Это женщины, у которых мужья умерли. Раньше в основном добитчикам семьи были мужчины. Женщины в основном были дома, и все приносил мужчине. И вы представляете, что в один прекрасный день этот мужчина исчезает, то есть умирает. Его нет. Кто будет приносить вещи дома? И они тоже получаются уязвимыми. Поднимите руку, если у вас есть дети. Держите эту руку. Положите. Бог бы хотел от нас, потому что у нас тоже есть дети. Бог бы хотел у нас сегодня, как проявление садства Божьего, чтобы мы относились к сиротам, как мы относимся к нашим детям сегодня. Почему? Потому что неожиданно наши дети, они могут стать сиротами. Да, мы верующие, да. Молимся на них языка, да. Но нигде не написано в Библии, что мы не можем умереть. Нигде не написано в Библии, что Бог не может забрать нас в любое время. И мы видим, как умирают и верующие, и неверующие. Поэтому мы, как родители, наше служение Богу, оно должно быть полным. Тем более у нас есть дети. Хотя Бог призывает всех. Но как только у вас появляются дети, ставьте ваших детей на место сирот. Мы родители очень хорошие. Все для детей делаем. Но вы понимаете, что чужих детей не бывает. И все дети мира, даже не Украины, все дети мира принадлежат Богу. У Бога особое отношение к детям. Он говорит, не препятствуйте им прийти ко мне. Не запрещайте им прийти ко мне. Ибо таковик Сарство Божие. Сарство Божие принадлежит им. И потом Иисус говорит, что никто из вас не войдет в Сарство Божие, если вы не будете как детьми. Проявление Сарства Божьего через добрые дела. Проявление Сарства Божьего через социальную совесть. Церковь должна учить нас, что наша вера Богу не полной, пока мы не станем социальными активными. Церковь должна учить нас, что мы не можем проявлять это Сарство, как оно должно быть, пока мы не возьмем ответственность. Это четко написано в Библии. Чтобы мы служили сиротам. Чтобы мы служили вдовам. Поднимите руку, пожалуйста, мужа в этом зале. Поднимите руку, мужи. Скажите честно, вы любите своих жен, правда? Вы обеспечиваете, вы делите все с ними. Представьте, если ваша жена станет вдовой сегодня, что бы вы хотели для нее? Вы бы хотели, чтобы ваши друзья помогали ей? Вы бы хотели или нет? Вы бы хотели, чтобы люди имели сострадание к ней? Тогда вопрос. Сколько у вас состраданий к тем давам, которые окружают вас сегодня? Чистое и непорожное, полное благошествие перед Богом. Это когда мы имеем социальную совесть. Это когда мы делим все со всеми. Это когда мы не думаем, что наши дети особенные. Поэтому им нужно особое что-то. А сиротам что останется? Или пусть государство о них заботится? Паса Сандей достаточно нам говорил, что заботится об обездоленных, еще как малоимущих. Паса Сандей достаточно учил, что это не ответственность государства в первую очередь. Это ответственность верующих в первую очередь. Государство может это делать, государство может это делать и может не делать, но верующие люди не могут этим не заниматься. Чистое, чистое, полное служение Богу должен иметь социальную совесть. и таким образом, и таким образом, социальство Божие, оно станет реальным. Таким образом, социальство Божие, но оно утвердится в жизни и в сердцах многих людей, которые окружают нас. Социальное служение, добрые дела, это не выбор, это не выбор, это повелевание Бога для нас. Бог говорит, готовить для себя народ ревностным, к чему? Говорит, готовить для себя народ ревностным, к добрым делам. Слово это верно, это титул, 3 глава, 8 стих. Титул, 3 глава, 8 стих. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Когда мы проявляем царство Божие через добрые дела, по-другому через гуманитарную помощь, или как мы не гуманитарную, а вот это всякие фонды, как мы благотворительные, да, не гуманитарную, я прошу прощения, через благотворительность. Библия написана, это хорошо и полезно людям. Я хочу вам сказать, что есть очень много благотворительных организаций, есть очень много фондов, но не все несут это служение с точки зрения царства. Именно нам Бог дает задание нести это служение с точки зрения царства, видеть этих людей как Божьи и предоставлять себя Богу как сосуд, через который Бог будет общаться с этими людьми, через который Бог будет менять жизни этих людей, прикосновение Бога. Знаете, есть очень много благотворительных организаций, и что они делают? Они просто раздают. Но когда мы идем, мы не только раздаем, мы решаем духовные вопросы, мы решаем душевные вопросы, и мы решаем целесные вопросы. Другие благотворительные организации, которые не базированы на слове, которые не базированы на царство, они думают, все, мы раздали вам пайки, благодарите Бога. Но верующие, благотворительные организации, они понимают, что пайки, это просто входной дверь. Это начало чистого, полного благовестия. Это только начало. Другие благотворительные организации, они фокусированы и их ну такие заслуга это раздать, найти, что раздать и раздать. Но мы с вами, чему нас призывает? Он нас призывает, чтобы мы видели, что когда мы раздаем, это просто ключ, это начало, чтобы мы видели конечные итоги, чтобы мы позволяли Богу работать через нас, чтобы эти люди видели Иисуса в нас, чтобы эти люди заметили, что в нас что-то не как у всех, чтобы потом эти люди могли открыть свое сердце, потому что действительно, да, какая поза, какая поза, раздать людям здесь пайки, помочь финансово, а потом эти люди от нас не узнают о благой вести, и эти люди не узнают от нас, для чего Бог послал нас к ним. Нет большего зла в церкви, чем возрожденный крестьянин, без социальной совести. Нет большего зла в церкви, чем возрожденный крестьянин, который может пройти, сирота не задумывая, который может пройти вдовов не задумывая, который ничего не чувствует, который никакая ответственность, у кого ничего не доргается, когда он видит нуждающего. Не к этому Бог призывает нас, не к этому Бог призывает церковь, церковь не место зла, и каждый возрожденный в церкви должен иметь социальную совесть и взять ответственную и позвол Бога работать и позвол Богу двигаться через него. Добрые дела начинаются первые уровни, это уровни как облегчение, облегчение, да, просто как облегчение, когда мы им что-то даем и когда мы говорим может быть как облегчение, это на уровне когда ничего кушать, мы даем что кушать, ни во чем одеваться, даем просто облегчение, но мы должны стремиться к следующему уровню, а следующему уровню это развитие обездоленных, развитие, дать им определенные навыки, дать им определенные инструменты, Бог же не хочет просто чтобы мы насилие, потому что мы насилие, бесконечное насилие, как говорится, что не дай человеку рыбу постоянно, но научи ему ловить эту рыбу, в нашу ответственность в ходе сначала дай человеку облегчение, это минимум, который я могу делать, это минимум, который ты можешь делать, но сегодня я хочу говорить об этом, даже знаете, звук сторон, первая сторона это то, как мы живем в церкви, потому что Библия говорит, что, не, пасы Санди говорит на служение помазание, что невозможно проявлять это царство, если он не горит в тебе, и я хочу сказать, что мы, верующие в церкви, мы не сможем нести это служение, и мы не сможем проявлять царство Божие через благотворительность, если это не будет наша культура здесь. Благотворительность начинается с дома. Если мы не обращаем внимание на сирот в церкви, если мы не обращаем внимание на вдов в церкви, у нас это служение не будет успешно в миру. Здесь практика, система домашних групп. Мы собираемся вместе, не только чтобы попеть, не только чтобы читать слово, но мы собираемся вместе, чтобы знать, задаем вопросы, знаю, у кого какие нужны, тоже делать объявление, у кого лишние штани, у кого лишние пары. Проявление Сарства Божьего. В начале первоапостольской церкви, деяние 4, деяние 6, написано, никто не считал чего-либо своим. Все считалось общее. Давайте начнем. Да, изменились. мир стал более эгоистичным, но не церковь. Давайте вернемся к первоапостольскому учению. Давайте позволим Богу разбить наши сердца, сокрушать наше сердце, чтобы мы начали по-другому посмотреть на людей, которые находятся рядом с нами, которые сидят рядом с нами в церкви, которые находятся рядом с нами в маршрутке, которые живут в одном доме с нами, наши соседи, дети, вообще люди, кого мы не знаем. Помните, когда Иисус накормил пять тысяч людей, благотворительность была неотъемлемой частью служения Иисуса, и Иисус уделил достаточно время, Иисус уделил достаточно время служения людям, не только в слове, но практически, потому что Слово Божие это как теория, а благотворительность это практика, и теория, теория без практики несовершенна, и практика без теории тоже несовершенна, паната, сила, мощь приходит, когда есть теория и есть практика, есть теория и есть практика, Иисус уделил достаточно время, посмотришь, великий Иисус, Сын Божий, и везде написано ходил деяние 10 38 да, церковь, вы помните это место описание, 10 38 написано ходил, он был помазан Духом Святим, ходил творяя добро, исцеляя многих, он не говорит не-не-не, мне слово он не добивался просто проповедования Евангелия он понимает, что они идут вместе и церковь я молюсь, чтобы мы поняли сегодня и чтобы мы с вами начали ревновать чтобы истинная совесть у нас возрастала и чтобы мы каждый дар каждое благословение которое мы будем просить у Бога или которое он нам сам будет давать чтобы мы поняли что это не только для нас но это для того чтобы мы могли продолжать его дело продолжать заботиться о малоимущих продолжать заботиться об обездоленник и так люди пришли к Иисусу он проповедовал и люди говорили его помощники и говорят ну что Иисус все надо заканчивать уже поздно все сокругляется а Иисус говорит а вы что не спешите поселите накормите их ученики сказали Иисус своими чудами да или как мы говорим чудаками да да причудами правда я не знаю хорошее не хорошее слово не хорошее да нормально знаете когда ты не русская ты просто слышишь слово и ты не знаешь какой вес на сколько что он весит да ученики наверное но но кормить какое отношение к млении иметь к Евангелии Иисуса Христа Иисус серьезно к этому относится а ученики не серьезно потому что они не видели связь дай Боже чтобы мы видели связь сегодня дай Боже чтобы под эгидой проповедования Евангелия мы не закрыли душу и мы не закрыли сердце к нуждам тех которые находятся рядом с нами понадобилось чудо да но Иисус проявлял сутианную ответственность Иисус проявлял сутианную совесть Иисус говорит эти люди уже были с нами достаточно времени они не дойдут они не дойдут домой нам надо кормить давайте мы возьмем на себя и к проблему и силой Божией совершилось чудо вы знаете когда мы начинаем принимать эту ответственность в нашей жизни начнется совершаться чудо нам не надо чтобы было много денег нам не надо чтобы было много что раздать но нам надо чтобы когда есть чтобы мы всегда раздавали и нам надо чтобы у нас было сострадание которое будет вызывать Божье обеспечение в нашей жизни тогда не было много хлеба тогда не было много рыб чтобы кормить пять тысяч но потому что Бог есть Бог обездоленных ему было не тяжело совершить чудо которое утверждает его слово которое утверждает его принципы когда и так я говорила что первые уровни это просто как облегчение как релиф просто облегчение ты понимаешь что люди еще будут нуждаться если ты дал еду ты понимаешь что они еще будут нуждаться в этой еде ты решаешь вопрос временный ты не можешь успокаиваешься потому что ты решаешь вопрос временный ты дал им на сегодня но ты знаешь что завтра придешь ты знаешь что послезавтра придет. И ты понимаешь, что вопрос остается. Это первые уровни. Вторые уровни, это когда ты уже начинаешь давать им инструмент, помогая им найти работу, допустим. Или просто посмотреть, что они уже могут делать молитвенно через все свои ресурсы, через все контакты, через все государственные программы, возможности. Начинаешь посмотреть. Может быть, даже у них есть какие-то права в государстве. И начинаешь им говорить, пишите письмо. Может быть, они скажут, мы писали, никто. Пишите еще раз в этот раз. Я помолюсь. Ну, что-то такое. В этот раз будет другой. Ну, и так далее. Начинаешь развивать человека. Начинаешь развивать человека. Почему? Потому что цель, это чтобы тот обездоленник встал на ногах и наша помочь себе подобным. Через это мы тоже воспитываем учеников. И, конечно, третий уровень. Это вообще, когда есть изменение, ну, структуры общества. Это уже на государственном уровне. Но мы не будем говорить об этом сегодня. Но это уже на государственном уровне, когда в программе страны есть забота об обездолении, и когда оно, когда эта программа осуществляется. Но хотя бы мы можем участвовать на первом уровне, и мы можем участвовать на втором уровне. И это часть нашей Евангелии. Это наша ответственность. Мы должны постоянно задавать мозгу задание так, что я могу дать, как я могу помочь, что я могу делать, с кем я могу беседовать. Это наша ответственность. И Бог хочет, чтобы мы серьезно к этому относиться. И это огромное благословение в утверждении Садства Божьего. Матвей, 9 глава, 35 и 36 стих. Матвей, 9, 35 и 36. Там говорится об сострадании Иисуса Христа. Матвей, 9, 36, 37, 38. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы. не имеющие пастыря. Тогда говорить ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молитесь, Господи, на жатве, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вот так Бог думает. Вот так мы должны думать. Он видел много людей. Он видел печаль на их лицо. Толпа как толпа. Все проходят, но почему-то Иисус видел то, что другие не видят. О, да, откроются наши глаза. О, да, откроются наши сердца. чтобы мы начинали переживать то, что Иисус пережил. Написано, что когда Он увидел их, Он жаловался, Он имел сострадание. То есть, Он бы хотел помочь каждому. Он знал, что каждый нуждается в чем-то. И Он знает, что то, в чем они нуждаются, это находится в Боге. А Он Сын Бога. Он имеет отношение с Богом. И Он видел, столько людям нужно помочь. Он жаловался над ними. Он видит, что они изнурены. Сколько людей вокруг нас изнурены. Рассеяны. Сколько людей сегодня рассеяны. Тогда Он говорит, жатвы много. Бог видит, проблему как жатву. Бог видит проблему как жатву. Бог видит проблему как жатву. Он говорит, жатвы много, но делатели мало. Мы Божьи делатели. И социальная совесть, она просто должна проснуться в нас. Мы должны перестроить нашу жизнь. Мы должны перестроить наши действия. Мы должны всегда действовать, как бы Иисус хотел бы, чтобы мы действовали. И мы всегда должны принимать решение, что Бог, я буду стараться, и я буду делать все от меня совищееся, чтобы обличить боли людей, чтобы служить людям, и чтобы развивать людей, кого я вижу рядом со мной. Я хочу сказать, добрые дела начинаются состраданием. У Иисуса они начали сострадание. И у нас оно должно начинаться состраданием. Мы меньше и меньше встречаем сострадание в нашем мире, потому что мир становится более жестоким, но Бог не разрешает нам потерять сострадание. Сострадание это начало всего, потому что ты не сможешь помочь людям, если у тебя к ними нет сострадания. Если ты не как ставить, если мы не ставим их на свое место, мы не сможем понять ничего. Мы не сможем ничего понять. Поэтому давайте мы позволим Богу и сегодня в конце проповеди будем молиться, чтобы Бог сделал нас сострадательными. Благодаря тому, что у Иисуса было сострадание, Он смог делать много чудеса и знамений. Он смог исцелить много людей. И Бог тоже хочет то же самое делать через нас. и даже когда Иисус взял книгу в краме, и Он начал читать об его миссии. Там, где написано, что Дух Господа Бога на мне. Ибо Он помог за мне. В основном что? Проповедовать, а потом что? В основном это благотворительность. в основном это благотворительность. Мы не сможем осуществлять Божью волю здесь на земле без благотворительности. Мы не сможем утверждать саство Божие здесь на земле без благотворительности. Благотворительность это язык мира сего. И когда мы начнем это заниматься, Бог покажет разницу между теми, кто искренне занимается благотворительностью, или те, которые видят возможность от человеческой жалости. Но мы не говорим о человеческой жалости. Человеческой жалости надолго не хватит. Но мы говорим о мандате. Мы говорим о понимании. Мы говорим о том, когда мы соединяемся с Богом, становимся одним и видим то, что Он видит, и начинает осуществлять все то, что Он хочет осуществлять среди нас. Давайте откроем Люки. Я уже говорила об этом. Четвертая глава, 18-19 стих. От Люки 4, 18. Дух Господний на мне. Дух Господний на мне. Вы все знаете, что Дух Господний на вас? Кто знает, что Дух Господний на мне? Повторите, Дух Господний на мне. Дух Бога Живого. Дух Бога, который сотворил небо и земли. Самый Сын, самый мощный, самый чистый. Дух Господний на мне. И даже Он говорит, почему Его Дух на мне? Его Дух на мне, потому что Он помал за мне. Он помал за мне. Раз Он помал за мне, Его Дух на мне. Он оставил что-то во мне. Он помал за мне, Его Дух на мне. Осуществляет все, к чему Он меня призывает. Он помал за мне. Он помал за мне благовествовать. То есть, это через Слово. Благовествовать нищим. Послал меня исцеля сокрушенным сердцем. Мало кто исцеляет сокрушенных сердцем сегодня. У многих людей сокрушенных сердцем. Мало кто их исцеляет. Проявление царства Божьего через благотворительность. Исцеляет сокрушенных сердцем. Проповедовать пленим освобождение. Туремное служение. Или другие, которые находятся в разных оковах. Они свободные, но они заключенные. Свободные заключенные. Слепим по зрению. Сколько людей сегодня не видят. Сколько людей сегодня духовно не видят. И Бог, чтобы мы имели сострадание. Чтобы мы в сострадание донесли. Чтобы молились за них. Потому что это наша ответственность. Отпустить измученных на свободу. Проявление царства Божьего через благотворительность. Библейская вера призывает нас служить физически, душевной и духовной нужде людей. И начало добрых дела. Это личная евангелизация. Не общая евангелизация, которую мы тут делаем. Но личная евангелизация. Если вы лично не можете делать евангелизацию. Проявление царства Божьего через добрые дела. Потому что не всегда у вас будет возможность делать все коллективно. Будет много возможностей что-то делать коллективно. Но если все в вашем служении, оно будет связано с тем, что мы делаем коллективно. Вы никогда не будете эффективными. Вы никогда не будете успешными. Так как Бог бы хотел, чтобы вы были успешными. Потому что Бог помазал вас. Бог помазал вас. Не коллективно. Иисус говорит, Дух Господи, на мне личность. И если мы не поймем роль тех вещей, которые мы лично можем делать. Если мы никому лично не можем рассказать о Боге. Если лично, мы не можем молиться ни за кого. Если мы не можем совершать благотворительность лично, мы будем ограничены. Дух Господа Бога на вас лично. Лично. И вы должны видеть себя в Божьей картине. Вы должны видеть, что Бог призывает вас. И в конце дня все равно каждый будет дать отчет. За то, что мы делали коллективно. И за то, что мы делали лично. Поэтому каждый из нас, мы просто должны проснуться. И взять личную ответственность за все то, что Бог показывает нам. И как я сказала, личная евангелизация – это начало добрых дел. Потому что нет утверждения Царства Божьего без покаяния. Нет утверждения Царства Божьего без покаяния. Поэтому есть очень много людей, иногда даже христианские благотворительные организации, которые уже не обращают внимания на покаяние. Но если нет покаяния, тогда какая суть нашей веры? Если Дух Божий не облегчает людей о их грехах через нас, через нашу благотворительность, через наши действия, тогда мы что-то не понимаем. И у нас должна быть цель – постоянно свидетельствовать об Иисусе. Постоянно найти подход к людям. Если не каждую неделю приводить людей к Богу, тогда пусть это будет каждый месяц. Скажите, если каждый месяц вы будете ставить цель – приводить одного человека к Богу, сколько это получится в год? Хорошо. Совершеннолетние у нас 18 лет, да? Получается, если вам 40 лет, мы… 40 – это, наверное, не самое лучшее. Давайте скажем, вам 30 лет. Есть такие люди, кому 30 лет? Поднимите руку приблизительно. Есть 30 лет. Если мы отминусуем 18 лет, совершеннолетие, осталось 12 лет. 12 умножить на 12. Получается, если бы вы пришли к Богу 18 лет, и если бы вы каждый месяц приводили одного человека к Богу, вы бы приводили уже 144 человек к Богу. Но скажем, все, вы до сегодняшнего дня ничего не делали. Тогда получается, что если вы будете жить еще 5 лет, у вас минимальный потенциал приводить 60 человек к Богу, если вы будете жить еще 10 лет, а жить – это же Бог дает. Это же шанс, это же… Ну, надо ценить, использовать эту жизнь для что-то хорошее. Если вы будете жить еще 10 лет, у вас потенциал приводить 120 человек к Богу. А если вы моложе в этом зале, если Бог даст вам еще прожить 20 лет, у вас потенциал 240. Это минимум. Это мизы. Все меняется, когда мы принимаем свою ответственность. Все меняется, когда мы просто видим, что это возможно, к этому Бог меня призывает. Мне же кто-то рассказал, почему я другим не должен рассказать. Почему у меня не должна быть ревность. Итак, первая благотворительность – это когда мы приводим людей к Богу, и тут же начинать отвечать на их нужду. Это идет вместе. Не может быть проповедование Евангелия без практической части. А практическая часть – это благотворительность. И вы увидите, что во всех отношениях Бог всегда оставляет место благотворительности. Да, мы сегодня говорим о сиротах. Мы сегодня говорим о вдовах. Но Иисус говорит даже, исцеля сокрушенных сердцем. В любых ваших отношениях, будто это отношения с богатым человеком, будто отношения с влиятельным человеком, всегда есть место благотворительности. Кому не нужны деньги, нужно исцеление сокрушенных сердцем. Кому не нужна одежда, нужно по зрениям. Мы просто должны располагать себя. Мы просто должны знать, что я к этому. И если вы будете думать, вот как учиться в семейной школе, муж и жена учатся мужа, всегда ищите возможность, всегда ищите дырки, что ли, щель, которые можно задевать у ваших возлюбленных. Всегда посмотрите, чем вы можете их удивлять. Всегда посмотрите, чем вы можете их обрадовать. Учили, да? Учили? Аллилуйя. И если вы жена, всегда посмотрите, чем его обрадовать. Посмотрите, какие супрессии, да? Посмотрите, какие супрессии можно делать. В любых отношениях, семейных, несемейных, Бог всегда оставляет место благотворительности. И наша ответственность найти эту благотворительность и начнайте утверждать, проявлять царство Божие через благотворительность. Благотворительность нужна везде. Благотворительность нужна всем людям. И мы должны располагать в себе. Мы должны, да, Господь, я буду проявлять царство Божие через благотворительность. притча, 14 глава, 31 стих. И мы увидим, что Богу очень приятно наша благотворительность на любом уровне, в любых отношениях. У Бога есть особое отношение к нашей благотворительности, кроме того, что это меняет, кроме того, что это меняет нас. Это делает нас лучшими. Это помогает нам лучше понимать Бога. Притча, 14 глава, 31 стих. Кто теснит бедного, тот хулит Творца Его. Что же же Его благотворит нуждающимся? Написано, кто давит, кто теснит бедного, обездоленного, тот хулит Бога. Вы видите отношение между нашей благотворительностью и Богом. Вроде мы делаем это людям, но на самом деле люди тут ни при чем. Вот почему все равно ты знаешь этого человека, ты его не знаешь, вообще не важно. Потому что это Бог пришел к тебе в этом образе. Он говорит, и так получается, кто благословляет бедного, кто занимается благотворительностью, штить, штить, да? Штить Бога. Если я спрошу сейчас, кто хочет посчитать Бога? Семь. Семь. Тогда давайте будем смотреть то, как мы относимся к людям, которые находятся рядом с нами. есть огромное благословение, есть много привилегий, когда мы занимаемся тем, чтобы Бог... Просто, чтобы у нас душа была лучше просто, мягче, и чтобы мы стали ответом Бога для людей. Салом 40, 2, 3 и 4 стих. Салом 40, 2, 3 и 4 стих. Блажень, кто помышляет о бедном? Помышляет. Дай Бог о себе помышляет, да? То есть, понимаете, помышлять. Надо думать, чем я могу помочь, чем я могу обличать. Она так нелегко. Это культура, которой нам надо воспитываться в себе. Мы все достаточно заняты. У всех достаточно своей нужды. Оправдание море. Но Библия говорит, блажень. Это особое состояние. Блажень. Кто помышляет о бедном? И какое преимущество в день бедствия избавить его? Кто? Господь. Скажите, в день бедствия избавить его бедный? Он же помышляет о бедном. Кто должен его избавить в день бедствия? По человеческий расчет, вроде бедный. И помните слово Иисуса Христа. Он говорит, когда вы делаете пир, приглашайте бедных, приглашайте малые мужа, приглашайте те, которые вас не пригласят. У них вообще пира нет. И тогда Бог воздаст вам. Даже в таких вещах, таких, кого мы приглашаем, как мы приглашаем, с кем мы тусуемся, как мы относимся к людям. Блажен, кто помышляет о бедном. А в день бедствия, я вам скажу, у всех бывает день бедствия, и многократно в жизни. Чем больше живешь, тем больше цикличность. Это как у женщины, бывает месячный, но так день бедствия. У кого месячный, у кого квартальный, но по-моему не реже, да, бывает. Хотя бы раз хватал, что-то там будет. Но избавить его не бедный. Поверните к соседу и скажи, избавить его не бедный, избавить его Господь. Третье стихи. Господь сохранит его. Видите преимущество, когда мы проявляем садство Божие через добрые дела. Господь сохранит его. Кто его? Тот, который помышляет о бедном. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле и ты не отдашь его на волю врагов его. Что еще Господь сделает для него? Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложи его, болезни его. Столько благословений. Тут мы видим благословение защиты. Тут мы видим благословение избавления. И тут мы видим благословение исцеления. За что? За то, что он делает то, что большинство не делает. Большинство проходят мимо бедного. Это он виновен, что он больной. Это он виновен, что он бедный. Это он виновен, что он родился в Африке. Это он не хочет работать. Библия говорит, блажен человек, кто помешает о бедном и в день бедствия его избавить его Господь. Избавить его Господь. Избавить его Господь. Еще два места описания и будем заканчиваться. Это притчи 19 глава 17 стих. Притчи 19 17 написано Благотворяющий бедному дает займы Богу и он воздаст ему за благодеяние его. Достаточно понятно, правда же? Это когда мы делаем что-то для людей, которые нам не могут отвечать, которые нам не могут вернуть. Написано это те дела для Бога. А Бог вернет. Бог воздаст. И притчи 28 глава 27 стих. Дающий нищему не обеднеет. Кто-то хочет стать богатым здесь? Дайте бедному. Сейте бедных людей. сейте внуждающихся Слово Божие. Помните прошлое воскресенье, где слово царя что власть. Написано. Может у нас недостаточно сегодня, потому что мы мало даем бедному. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятия. А закрывать глаза мы умеем. И пусть Бог простит. Пусть Бог простит. и давайте это изменение мы начнем в Доме Божьем, а потом мы это вынести в мир. невозможно, просто невозможно проявлять садство Божие без благотворительности. Садство Божие идет вместе с благотворительностью. И у нас перекоса не должен быть. Мы не должны оставить святость, хвалю, поклонение и просто удариться в благотворительность. Нет. У Иисуса они шли рука об руку и проповедовал и тоже благотворяет. И проповедовал и тоже благотворяет. У него все было дома, все было нормально. Это все должно стать образом жизни.